У нас такой восемнадцатый раз по вечерам с ней. Не ожидала. И что начало дальше развиваться? Вопросики у тебя, Маша. Это так, чтобы долго не заходить в одну темную комнату. Зайдем сразу во вторую. Я могу собирать своей маме регулярно. Что делать, если вы чувствуете симптомы вирусной инфекции? Залишайтеся дома и зателефонуйте своему семейному лекару. Он решит, если нужна изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 и тяжело дыхать, сразу вызывайте быстрее. Если коронавирус подтвердится, будут проведены все необходимые медические процедуры. Украина готова до возможного поширения заболевания. Дома, ай-ай, ай-ай, но я не знаю. Ту, ты makes me, make me, make me wanna cry. Приветики. книжка, у кого там марафон по прочтению книг, но вы слышите шум, да, слышите звуки, это типа так мой мозг работает, да, усердно, но нет, это смотрите кто, о, Тимка, привет, а я пойду поем, пожалуй, хряп на чему, нам не можно выйти на улицу, есть, конечно, вероятность, что от меня отпишутся женщины, Тимур, те, кто не очень-то меня любил, возненавидят, ну, потому что, ну, как это можно выдержать, чик, что у нас на ужин сегодня, май шеф, алтус, так, с чем, я его много купил, поэтому надо его весь съесть, с чем, это тряки, а это лимонно-вином соусе, это один и тот же палтус в разных соусах, ну, да, попробуем, так, и кусь-кусь, это Александру, девочки, я бы тоже ненавидела меня, Шур, ну, как тебе? Хорошо. Папина стряпня, а ты будешь, когда вырастешь, так готовить? Да. Ты будешь тоже готовить? Угу. Все, я спокойна. Обязательно нужно взять с собой, и, который отличается по жанру от двух предыдущих, называется игру в кусь. И написал ее Роберт Гелбрейт. Спустя три месяца... Субтитры делал DimaTorzok